Гоголь. Мёртвые души. Чичиков у Собакевича. Какой превосходный человек Иван Григорьевич, неправда ли? Кто такой? А, председатель Иван Григорьевич. Нет. Нет? Нет. Это вам показалось. Он только что масон. А дурак? Какого свет не производил? Да, конечно. Конечно. Всякий человек не без слабости. Но зато губернатор, неправда ли? Ах, превосходнейший человек. Варвар. Варвар? Первый разбойник в мире. Ах, губернатор, разбойник? Да. Вот уж этого я, ну, никак бы не сказал. Никак. Скорее, даже мягкости в нём много. Он кошельки вышивает собственными руками и ласковое выражение лица. Да, лицо нет. Ласковое. У него разбойничье лицо. Вы дайте ему ножик. Выпустите его на большую дорогу. Он там вышит. Кошелётчик. А за копейку зарежет вас. Он да ищет, тут вице-губернатор. Это Гога и Магога. Я их всех знаю. Это секта мошенников. Весь город такой. Мошенник на мошеннике сидит, мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один только и есть. Порядочный человек этот. Кто? Прокурор. Да, и то, если сказать правду, свинья. А вот древняя римская монархия, уважаемый Михаил Семенович, не была столь велика, как русское государство. И иностранцы весьма справедливо ему удивляются. Но по существующим положениям русского государства, ревизские души, окончив жизненные пописи, числятся до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми. Это при всей справедливости этой меры, она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их платить подать и так же, как бы и за живой предмет. Михаил Семенович, чувствуя уважение к вам, готова был я даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность в смысле вот этих несуществующих душ. Вам нужно мертвых душ? Да, несуществующих. Извольте, я готов продать вам. А, например, как же будет ваша цена? Хотя вы знаете, что это такой предмет, что о цене даже как-то странно. Чтобы не запрашивать с вас дорого, по 100 рублей за штуку. О, штука! Разве для вас это дорого? А какая же, однако, ваша цена? О, моя цена. Мы, очевидно, просто не понимаем друг друга. По 8 гривенок за душу. Вот это будет красная цена. А, куда махнули? По 8 гривенок. Что я вам, лапки продаю, что ли? Однако, что это все-таки и не люди. А вы что же думаете, ищите такого дурака, который по 2 гривену вам продаст ревистскую душу? Позвольте. Зачем же вы, извольте, говорите, ревистскую душу? Ведь самые эти души уже умерли. Ведь это уж остался так один неосязаемый чувствами звук. Ну, извольте, чтобы уж так не входить в дальнейшие разговоры по этой части. Ну, вот по полтора рублей дам и больше не могу. Стыдно. Почему стыдно? Мне стыдно. А почему? Почему? Стыдно говорить такую сумму. Что это такое в самом деле? Вы торгуетесь со мной, вы говорите мне такую настоящую. Не могу, Михалсинович. Не могу. Ну, верьте моей совести. Не могу. Ну, извольте, извольте. Пополтники прибавлены. Чего вы скупитесь? Другой мошенник, он обманет вас? Он продаст вам дрянь какую-нибудь, а не душу. Позвольте, никакой душу. Вы позвольте, а у меня что, издрёный орех? У меня все на отбор. Не мастеровой, да иной какой-нибудь, знаю ты. Здоровый мужик. Позвольте. Нет, позвольте. Нет, вы позвольте. Вот вам, извольте рассмотреть. Вот вам Михеев корейки. Сам обобьёт. Сам и лаком покроет. Пробка, Степан, плотник. Да я вам голову прозакладываю, если вы где-нибудь сыщики подобного мужчины. Скажу, что он в гвардии-то ему. Бог знает, что бы дарить. Он трёх оршин с вершком рост. Он трезвости совершенно необычайны. А вот вам, Милушкин, кирпичник. Он мог поставить печку в любом доме. А Максим Телящников, сапожник. Ведь этот, что шелом кольнёт, то и сапоги. Что сапоги, то и спасибо. И хоть бы в рот Хмельнова. А вот вам Еремей Старокоплёхин в Москве торговал. Он одного оброка мне по пятисот рублей придастил. Вольфе Михайлович. Что такое? Зачем же вы мне изволите перечислять все их качества? Ведь это же народ-то мёртвый. Ну да. Да-да-да-да. Они мёртвые. Мёртвые, мёртвые, мёртвые. А что из тех, которые числятся живущими? Ну, извольте, Михалкин, как вы так извольте говорить? Ведь те же всё-таки существуют. А это что? Это так? Это мечта? Ну нет, не мечта. Я вам скажу, каков был Михеев, таких людей вы не свищите. Что это такое, в самом деле? Нашли мечту.